Череда смертей, которая связана с «Газпромовцами», так или иначе имеющие отношение к «Газпрому». И вот на прошлой неделе, на минувшей неделе, смерть еще одного чиновника Алексея Огарев в Подмосковье. Говорят официальные власти, что нет признаков насильственной смерти. Но мы привыкли к тому, что говорить и факт – это две большие разницы, особенно если это касается России. Что это за смерти? С чем они связаны? Ну, я думаю, что нам нет смысла какие-то конкретные смерти обнуждать, потому что где-то может быть это случайность, совпадение. Но если мы говорим в целом, особенно о тех смертях, которые были в феврале, в руководстве всяких разных компаний, «Газпром», «Лукойл» и прочее, то мне они не кажутся случайными. Во-первых, совершенно очевидно, что сейчас западные спецслужбы ищут активы российских чиновников, особенно в ближайшее окружение Путина. Я прекрасно понимаю, что все они наверняка выводили свои капиталы через каких-то профессионально обученных людей, как у нас шутят. И в основном все эти люди были из этих госкорпораций. Я не знаю конкретно, кто чего куда выводил, но у меня такое ощущение, что когда мы видим такие странные очень смерти, когда якобы совершил топ-менеджер самоубийства, при этом убил всю свою семью, детей, вот это кажется мне очень странным, тем более я читал интервью друзей, знакомых, родственников, которых говорят, что этим людям, в общем-то, не свойственно было покончить жизнь самоубийством. У меня есть ощущение, что когда наступила война, какая-то часть людей решила просто уехать за границу, ну и для того, чтобы остаться, так сказать, незамазанным во всей этой истории. А поскольку люди очень много знали, знали очень много с кем, наверняка их разрабатывали, в этом участвовали, мне кажется, им вот таким образом могли показать, что каждый, кто попытается сбежать, соскочить с нашего корабля, ну, значит, со всеми будем очень жестоко разбираться. Дан весьма прозрачный сигнал, что сбежать, да, в этих условиях, куда-то соскочить не получится. Например, Володин, это спикер Государственной Думы, запретил депутатам правящей партии уезжать куда-либо за границу, без особого разрешения, без особых поручений. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Путин больше всего боится в этих условиях раскола элит, вот, поэтому всем вот этот сигнал был доведен, да, то есть даже если ты соскакиваешь, куда ты уезжаешь, то мы тебя достанем, неважно в какой стране ты будешь находиться. Хорошо, это касательно чиновников, а если мы будем говорить о бизнесе, ведь так или иначе понятно, что бизнес в России сведомо чиновничего, да, происходит, как правило. Если говорить о чиновниках, понятно, а если говорить о бизнесах, почему им такой недвусмысленный сигнал, либо мы в одной лодке, либо все вы пойдете на дно? Я прекрасно понимаю, что будут идти чистки и зачистки, да, как это правильно кто-то уже из журналистов назвал, потому что хищений было большое количество в разных сферах, и мы видим, что никакой второй армии сильной российской нет, вооружение старое, вместо, так сказать, ракет Путину производили мультики, да, которые ему показывали, и он потом даже в своем федеральном послании показывал. Ну и за это кто-то должен ответить. Значит, с одной стороны будут разборки между разными планами для того, чтобы назначить кого-то козлом отпучения крайним. Это первая, да, часть. Второе – это устранение свидетелей, да, на кого можно все списать. Такое тоже должно просто по логике должно происходить. Может быть, мы просто каких-то громких вещей еще не знаем. Дмитрий, когда мы смотрим на то, что в России 22-го года, ведь это колоссальная цифра, я имею в виду бюджет, направленный на оборонку. И о каких порядках сумм может идти речь, как думаете? Ну, смотрите, значит, как минимум это триллионы рублей, которые каждый год, там, три, ну, порядок такой, три триллиона рублей, три и пять, чуть ли не до четырех триллионов рублей в год. Ну, на 22-й год три с половиной триллиона было. Да, 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 порядок такой. Это военный расход. Соответственно, как минимум половина, ну, как минимум, давайте, треть засекречена. Да, даже больше, на самом деле, половина, считайте, засекречена, а половина, которая не засекречена, ну, в принципе, и там тоже можно воровать. И, видимо, этим объясняется вот это количество всяких дач генералов, шойгу там дворцы, всякие особняки. И у многих чиновников Министерства обороны, силовиков, куча всякой недвижимости, как в России, так и за рубежом. Как думаете, санкции со стороны Запада могли подтолкнуть к вот этому перераспределению, к переразделу финансовых потоков между конкурирующими конторами в России? Ну, война, конечно, поменяет эти все расклады. Дело в том, что, например, есть вестернизированная часть путинских элит, ну, не путинских, а российских элит, которые, конечно же, привыкли к роскошной западной жизни, которые интегрировались в западные системы, в западную экономику. А вот когда вводятся какие-либо санкции, то бенефицарами выступают силовики, потому что они просто по дешевке скупают у тех, кто выступает против войны, кто вывозит свои семьи, своих детей. Совершенно очевидно, такие люди будут по дешевке просто продавать свои активы в России. Что сейчас и происходит. Я почему спрашиваю по поводу перераспределения направлений, как вариант. Жили себе не тужили, имели свой откат. Санкции со стороны Европы по отношению к компаниям российским. И вот тут-то и проявилась настоящая стоимость, настоящая, собственно говоря, цена производимого, и цифры, которые прятались и уходили налево. Да, конечно. Но я думаю, что вы еще имели в виду, возможно ли какой-то раскол элит вследствие этого. Вот мне кажется, что это будет достаточно сложно, этого добиться. Сейчас просто те люди, которые попадают под санкции, выстернизированные, назовем, часть, которые недовольны войной и вообще решениями Путина. Как правило, это люди, давно не входящие в ближайший круг президента России и не имеющие никакого влияния сейчас на политические решения. Ни Абрамович, ни Фридман, ни, тем более, Тиньков ни на что не влияют. Они не могут ни на что повлиять, не могут ничего исправить. Поэтому мне кажется, что здесь нужно смотреть на передел среди силовиков, который может начаться. И вот им надо будет делать какие-то предложения, потому что они-то точно смогут добраться до бункера и каким-то образом решить проблему. В этом конфликт Рособорон, Пром, смерть этого человека – это недвусмысленный намет, в том числе и для российских военных элит, что их может ожидать. Как думаете, к кому уже пришла черная метка? Кто может быть следующим? Я думаю, что какие-то топ-руководители Минобороны разведки наверняка попадут под зачистку, потому что… Я не говорю про криминальную зачистку, да? Может быть, их в СИЗО отправят. Потому что обещанный блицкрик не состоялся, потому что всем стало очевидно хищение военных расходов и расходов на ту же разведку. Потому что разведка докладывала, что в Украине огромное количество агентов, которые в любой момент перейдут на нашу сторону, чего тоже не произошло. И деньги на разведывательные всякие мероприятия тоже воровались. Непонятно, как они воровались. Вот. Так что зачистка будет 100%. Но, наверное, не сейчас пока идет война, а сразу после. Скажите, а в идеале, как думаете, возможно ли в России провести инвентаризацию всего того, что на самом деле было украдено? Инвентаризацию можно провести, когда у тебя есть возможность и полномочия проводить инвентаризацию. Когда власть сменится, все возможно. Конечно. Но сейчас такая возможность есть, по крайней мере, у одного человека. Ну, вы имеете в виду Путина? Да. Я думаю, что Путин все прекрасно знает и, скорее всего, на каких-то откатах сам сидел или какое-то его ближайшее окружение. Дело не в том, знает он или не знает. Но просто в то время, когда идет война, сейчас проводить зачистку, особенно среди генералов, может быть опасным мероприятием для Путина. Потому что, как только ты хочешь сделать крайними военных, военные сразу начнут себя защищать. И неизвестно, чем это может закончиться для Путина. Потому что, объективно, очень многие, как минимум среднее звено точно, и в силовых структурах, и в Министерстве обороны недовольны происходящим, недовольны этой войной. Путин ожидает, ждет просто время, когда он сможет такую числу провести. Субтитры создавал DimaTorzok